Я могу быть сильным, но иногда я не готова быть герой. И я все время стараюсь, чтобы жить не только для себя. Я не умею просить, и мне очень хочется научиться этого. Чтобы помочь других, я требую это только от себя. Может быть, это какое-то сумасшедшее отношение к себе, но это я же в другом мире выросла. Моё детство было совершенно чудесным, сказочным. Я родилась в горах, смотря море. Я жила с светлячками, жила в таком месте абсолютно, где осень, весна, зима, лето ощущалось полноценно. Я выросла в субтропике, где, когда я была маленькая, моё небо не всегда было голубое, оно было и зелёное, потому что когда среди мандариновых поля я бегала, у меня было небо такое зелёное. И это было совершенно чудесно, доброе, такое, страстями. И когда ты начинаешь ощущать мир, и твоё сознание начинает, как бы, называть какие-то явления своими именами, оно мне помогло, как бы, приблизиться с казачным миром. Поэтому для меня сегодня, благодаря моё детство, оно совершенно доброе и сказочное. Отношения с родителями странные, потому что я выросла, я родилась в Советском Союзе, в Грузии, но моё детство как раз совпало в такое последнее время, такое коллективное, собрание вместе с чай, и собрание таких коллективных отношений. И родители, они вынуждены были, чтобы, как бы, их сознание, то есть их мировоззрение не отличалось от коллективного мировоззрения. Но в нашем доме, благодаря какой-то, я не знаю, это для меня как это подарок, в моём доме все были такие творческие люди. То есть мой дядя, который мне, кто мне научил петь и вообще полюбить музыку, он хормейстер. Мой отец был ювелиром, моя бабушка там косметолог, все рисовали, все шили. То есть у нас не было такое государственное учреждение, никто не работал. Поэтому семья тоже, и дети, которые достаточно многодетные, семья была у нас, и летом всегда собирали 12-13 детей. И это было совершенно сумасшедшее время. И исходя этого, наши родители тоже были добрые. И благодаря ихнему характеру в моей жизни такое сложное время, когда, допустим, девочка, для девочек музыка и профессия музыки, это только было музыкальное училище, и потом должно было выйти замуж. Из-за этого, благодаря им, они мне дали такую свободу, что я могла искать себя только не только, несмотря на моё классическое музыкальное образование. Я искала себя в каких-то такой нестандартных формах музыки, поэтому мои родители были совершенно такой свободно мыслящие и добрые люди. У меня не было такое чувство, что я кроме музыки что-то хотела внутри. И это желание, чтобы петь или искать, или не всегда же было, что я училась, или не всегда было, что я пела. Даже когда не занималась лично я сама, всегда мне хотелось находиться там, где другие тоже занимались музыкой. Ещё в детстве, когда я училась в музыкальном училище, был такой момент, что я в неделю три раза, шесть километров, ходила пешком, возвращалась домой из музыкального училища. И в дороге я, естественно, думала о музыке, но и эта дорога тоже как-то внутрь я открыла совершенно по-другому. Поэтому музыка во мне настолько много, даже до сегодняшнего дня. Я даже сегодня, после, допустим, сорокалетной музыкальной жизни, я тоже не могу ещё ничем другим заниматься. Абсолютно. То есть, когда вот наступает какое-то время, этот человек понимает, что может ещё чем-то заниматься. Особенно артисты, которые много чего внутри живёт. Но я не могу больше, кроме музыки, ничем дышать. И оно меня не трогает ничего, кроме эмоций музыки, которые я могу делиться с людьми. Это меня доставляет огромное удовольствие. И такое было у меня как первый раз и до сегодняшнего дня. Мне кажется, что было очень правильно как бы только петь на грузинском. У меня было такое желание ни петь никакого языка, потому что ты, когда начинаешь сопостраивать, у тебя внутри как будто, знаете, как бы перестраивается что-то такое важное, которое тебе больно его менять внутри. И, ну, у меня было очень большое желание, что моё начало моё, откуда я родом, что я из Сокартвела, что я из Грузии, и что мой язык — это моё дыхание. И я могла этой энергии фонетические, я могла просто разговаривать без границ. И это даёт возможность понять друг друга без языка. В моей музыке много любви, а любовь всегда больна. И оно, потому что оно наполнено эмоциями, вопросами, ответами и рассказами. Ну, оно абсолютно живое, оно непридуманное. Я же общаюсь с очень многими людьми, я езжу в горах, я езжу в моё село, где я родилась, я общаюсь с родственниками, неродственниками, и очень тесно общаюсь с людьми простыми, и совершенно простыми людьми, кто мне помог вообще в жизни, довериться любовью и продолжать жить. И поэтому есть там много, как сказать, ну, чувствовать настоящее. И быть настороже человеческой души. и всегда сочувствовать этими процессами. Я думаю, что тогда появляется, тогда звучит музыка, тогда звучит сердце, тогда можно понять друг друга. А музыка — это сбор нот, который, если ты не вкладываешь внутри, как бы, те истории, которые ты хочешь, как бы, рассказывать, общаться, сочувствовать, оно не оживляется. Как бы, в одессе не умел выбирать. Так что это все равно признать, чувствовать, сочувствовать. На самом деле, только какой путь, как мы прошли, я прошла вместе с моими артистами, это было совершенно непросто. Ведь я с моим музыкантом и с инсайтом знакома 35 лет. Но когда мы с ним начинали и искали какие-то формы, даже если это не личной жизни, нам всегда приходилось что-то доказывать, всегда доказывать. И когда параллельно, тоже очень непростые времена, это перестройка, это нищета, это какая-то каждый раз какая-то война внутрь страны, это потери Абхазии, это внутри очень напряженность. И когда ты что-то хочешь сделать, какой-то абсолютно нестандартный, это очень болезненный процесс на самом деле. И это и оказывается как в твоем личном. Подвыть очень важно, чтобы социальная жизнь и люди, которые вокруг тебя живут, чтобы было хотя бы минимально спокойно, чтобы ты мог сотворить. А когда там поднимаются совершенно другие вопросы, чтобы некому выжить, и ты разговариваешь о творчестве, очень сложно доказывать, что это тоже важная часть жизни. Поэтому на самом деле до сих пор мы что-то доказываем, потому что вся жизнь, 30-летняя жизнь моего государства, это непростой процесс. И оно очень влияет из-за того, что оно маленькое, и ты знакома со всеми. И очень сложно как бы не реагировать, потому что когда совершаются ошибки или делаются хорошие дела, всегда реагируешь ты на все. И ты не можешь оторваться от политического или экономического процесса, потому что страна маленькая. И все влияет одно за другое. И непростой процесс мы прошли. И до сегодняшнего дня я что-то доказываю, что-то показываю. Но пора уже, чтобы у нас было мирно, и чтобы мы были семьей европейской части, чтобы хотя бы начать думать только о музыке. Вы знаете, что я никогда не была любителем государственных концертов. Просто бывал или день независимости, или день города, или на Новый год, когда ты можешь как бы очень близко показать совершенно другой репертуар, по-другому встречаться со своей публикой. Я не страдаю от этого, что, допустим, то, что я не любила, мне сейчас не дается. Сложно то, что не дается залы. Пройти в зал, потому что какой зал я не хотела петь, там всегда мне говорят, что там идет ремонт, хотя следующий день концерта уже идет. То есть сложности есть, конечно. Больно, не то, что больно, это несправедливо, но... несправедливо, и мне больно другое, что это же не... Я 4-5 лет молчала, я просто ничего не говорила из-за того, что Грузия, сейчас весь мир открытый, открытый для таких информаций. Я не хотела, чтобы кто-то узнал об этом, что в моей стране есть такое слабое мышление, которое артисту могут не дать зал. Для меня это было больше... Ну, вот последний год было то, что уже ярко говорили, что на новогодний концерт будут выступать все, кроме Нино. И тогда, ну, из-за того, что это было так открыто, мне пришлось отвечать на эти вопросы. Но если бы не этот фактор, я бы не говорила бы никогда, потому что я все равно находишь ты другие пути, где, если не в своей стране, я все равно работаю, все равно репетирую, все равно пишу альбомы, все равно что-то делаю в моей стране. Тем более после войны, сейчас мне не для того, чтобы... Война и Украина, сейчас мне не для того, чтобы сейчас ругаться неправильное... неправильное правительство. Я... все время я отказываюсь от государственных денег, потому что всегда я считала, что деньги, которые платят налогоплательщики, государство не должно быть оплатить из этих денег аренда артистов, допустим, зала, потому что, ну, это влечет как раз в коррупцию, или же уже ты становишься какой-то часть политической игры. Мне этого не хотелось никогда, не только сейчас, никогда. И поэтому, из-за того, что залы очень дорогие или налоги очень дорогие, у нас есть свои... то есть вопросы, которые мы не совпадаем. И еще российский закон, российские законы или 20 июня, когда после парламентских историй, которые там избивали молодых, это 2019 год, и просто молодые остались без глаз из-за того, что из России политик сел в парламенте. Вот, ну, я сейчас не совсем так рассказываю, но все эти истории уже известны. Ну, в общем, я человек, который задает вопрос, я не получаю, естественно, получается конфликт. И там, на самом деле, я сейчас стараюсь красиво рассказывать, но там вообще некрасивая история. Почему? потому потому что музыка служит людям, а наша музыка это та история, которая вокруг тебя происходит. И когда несправедливость, когда несправедливость не на таком уровне, что когда исходя из последнего, когда была пандемия и война, и все это накопилось, происходящие истории во время эти времена. И настолько многого было несправедливость, настолько многого было неправильные политические взгляды и направления, и что уже не было силы даже петь, о чем петь еще, кому петь. И уже ты включаешься в какой-то социальной истории, социальные протесты, которые больше важны сейчас для тебя, чем как-то выйти и для кого-то спеть. Поэтому эта несправедливость меня внутри убивает, если честно. И я не согласна тому, что это не мое дело. И если я не могу кого-то защищать хотя бы мой голос, будет слышно, что я не согласна на эти ошибки, которые, допустим, происходят вокруг меня, и я должна сказать и показать. А этот голос свободы очень жесткий, очень прямо линейный. Естественно, когда нарушаются законы, никому не приятно слышать этот голос, поэтому эта борьба продолжается до сих пор. 2019 год это был такой сложный, это же не так можно, не то, что можно сказать, всегда хочется говорить как-то некрасиво, а со смыслами, если это у меня получается. Я родилась в Советском Союзе, это значило, что у меня не было выбора никогда, но тот выбор, который мне предоставляли, это было гастролировать в Советском Союзе, мы старались, не то, что старались, это было самой сложной гастрольной жизни, но все происходящие истории, которые, то, что мы всегда вылетали из Грузии, то, что мы играли и пели на грузинском языке, то есть всегда все мы подчеркивали, то, что мы откуда родом, и всегда, особенно после 2008 года, у нас уже было такое начало, недолгое начало, то есть два-три года, которым мы уже начали кастролировать, и когда особенно тогда, когда у нас была возможность просто какой-то это была народная дипломатия, потому что настолько совершенно разные истории рассказывали про нас, про Грузию в телевидениях, то есть у нас была возможность с Аней очень тонко всегда рассказывать от тех историй, которые происходили в Грузии, и это была важная платформа, но годами она становилась сложнее, потому что история тоже становилась сложнее в Грузии, то убивали, то крали людей, границы переносили, мы потеряли еще наших братьев осетинов, и между нами, еще между Абхазием, то есть это очень сложный период, особенно когда ты на грузинском поешь, и когда ты всегда подчеркиваешь твою национальность, и настолько это доступно для нас, и пропаганда работала очень сильно, но уже периодически вот эти сложные истории, которые кражи людей, убивать людей, они не могли, мамы не могли ходить во время Пасхы на могилах своих детей, потому что оттуда тоже крали, и вот эта история уже становилась очень сложной, и очень, очень сложно было, уже нечего было рассказывать, и в 2019 году как раз процесс Каврилова, который приехал в грузинском парламенте, и постфактум, что произошло, и как правительство себя ввело, и как на митингах, которые тоже вечером абсолютно такое мгновенно собралось там больше, чем 100 тысяч человек, и как правительство себя ввело, и как оставили молодых детей без глаз, и настолько история, которая происходила в парламенте, и абсолютно здоровая реакция своего государства, государственность, то есть социальная, и как оно реагировалось, то есть абсолютно было по-другому реагировать, кто-то вытелит, то есть и это все было, это все было какой-то конец, и я помню, что я выступала как раз в Москве на джазовом фестивале, и я на сцене сказала, что это мое последнее выступление, скорее всего, и еще я не могла отменить этот концерт, потому что на сцене была прекрасная девятилетняя девочка, которой она из-за своей болезни потеряла зрение, и мы целый год работали с ней, чтобы выйти на сцену, мы пригласили для него, она любила нашу музыку, и пригласили для него оркестра, и чтобы она сыграла Сулико, и это все история, просто в Грузии, что в моей стране происходило, что дети потеряли зрение, молодые, и здесь, и все это, я поняла, что нет силы уже со сцены разговаривать с любовью, поэтому это было непросто, ведь я сама создала все это, мы создали, это, мы очень много любовь, очень много силы вкладывали все в это, и закрыть все это, и потом параллельно разговаривать, что это неправильно, и тот любовь, кейты, который вязала между этим народом или этими людьми, и ты должен выйти и рассказать совершенно по-другому, и рассказать о ненависти, а после еще всего этого, 2002-22 год, ну, это очень больно, просто там, где разговариваешь о любви, там же прийти и сказать, что это было неправильно, то, что ты прожила больше, чем 15 лет своей любви, и как ты напрасно потратила эту любовь, это, естественно, так не было, но ощущение и истории, которые всего этого глобально, ты видишь, оно об этом и говорит, это было очень, очень долго, я, долгий, болезненный процесс, и я больше не приезжала, к сожалению, в Россию, но так и произошло, я плакала целый месяц, но я, я, когда домой пришла, мой сын сказала, что почему я предатель, я поняла, что я должна пример дать моему сыну, что, да, кастрольную деятельность я должна закрыть, я так сделала. чувство выгорания мне знакомо, на самом деле это было после долгих кастрольных историй, до 2019 года, и когда я абсолютно закрыла свою музыкальную деятельность в Россию, я поняла, что я не знакома ни с собой, я не знаю людей, я, мне вообще не было знакомо, знаете, что наступило вечер, я должна спать, потому что у меня такое 24 часа то полете, то переезды, то и даже во время пандемии я начинала себя узнавать, я даже у меня не было время, внутрь себя не было время, чтобы я оценивала ту музыку, которую мы создавали или играли, и поэтому это было, мне понадобилось минимум два года для того, чтобы я понимала, поняла, кто я такая вообще, чтобы я могла отойти от моей жизни просто и со стороны посмотреть, что я имела и что я закрыла, потому что не хотела повторяться, поэтому выгорание это важный момент, когда нужно во время не то, что остановиться, а приостановить вообще весь потому что это говорит о том, что нет сил оценивать имеющие то, что ты имеешь, и уже особенно в творчестве, когда уже ты, что-то только твои инстинкты работают или или как-то наизусть действуешь, бессознательность, это уже можно потерять себя. фод мы создали в 2022 конец марта, и после много историй, которые мы как бы могли участвовать или создавать какие-то добрые процессы, или помощь, найти работу, или помощь, найти квартиру, или помощь, найти как ее жилье, или помочь организовать операции, или весь процесс. Со многими людьми, это не только наш было, потому что там в Грузии начались первые секунды абсолютно вся страна, все институты, независимые организации, все абсолютно очень быстро как бы коммунировались и очень быстро реагировали и абсолютно огромную еще работу делали. И поэтому было понятно, у всех была такая своя ответственность и то есть работали на важный общий схем. Но через некоторый месяц уже мы начали работать, не работать, общаться нашими украинскими с детьми и их родителями. И ну когда два абсолютно возраста и абсолютно два разные ощущения, два разные эмоции, когда первые дни наши дети рисовали только танки, портрет своих отцов и слушали только военную музыку. И как мы работали, как бы не работали, они возвращались домой, и родители еще, мамы, еще такое сложное духовное состояние, и мы поняли, что нужно вместе работать, потому что у нас не было какого-то опыта, то есть мы должны были как-то реагировать по эмоции, по истории. Но мы собрали абсолютно профессиональную группу, учителей, психологов, и постепенно начали работать, исходя из проблемы, и постепенно у нас был очень огромный результат по поводу того, что через некоторые месяцы дети рисовали абсолютно разноцветные рисунки, строили свои дома. У нас был такой проект Архитектура, и Дима совершенно потрясающий, он архитектор, и бумажками он создавал 3D-стройки, и мы работали на моториках, и это было совершенно потрясающе, потому что дети строили свою Украину. И могли рассказать там вопрос не в том, что у наших детей было место, куда они могли прийти, а то, что они могли прийти рассказывать свою историю. Или же самое сложное было финансово то, что фонд уже финансирует совершенно такой уже существующий проект. Были маленькие детишки, которые нервничали из-за того, что не были с отцом или с бабушкой или с дедушками. У них зубчики портились и становились как маленькие камушки, как песочки. И нужно было делать операции. Или не видели детей. Нужно было какие-то... В общем, все, весь этот процесс такой настолько важный, что ты мог... Я не знаю, откуда что могли создавать, но мы поняли, что больше, чем тысячи детей физически мы могли помочь ихними родителями, могли помочь найти квартиру, могли помочь многим чьимым вопросам. К нам ходили дети особенности и все, что могли, чтобы у они ощущали себя защищенными, ощущали себя как бы в родном доме, и у них не потерялась вера, чтобы они вернулись. Мы все могли, все старались это делать. Но самое важное, что хочу сказать, что у кого осталось дома, квартира, все, все наши украинцы абсолютно вернули свою родину, все абсолютно вернулись. Но сейчас мы и я после закона после августа месяца, после мая, это было, они приняли этот закон, начали принимать в мае месяце, после митингов, но мы еще работали два месяца, чтобы август месяц все равно мы отдыхали, должны были отдыхать, дети отдохнуть, и мы с сентября и сейчас октября не могли продолжать, потому что этот закон может нам заставить зарегистрироваться как и на агенты, и мы как организация против, естественно, мы какой-то момент приостановили и подождем выбором, что будет, и потом продолжим работать, естественно. На самом деле это политическая организация, которая сейчас в государстве, не в государстве, в правительстве. Все слова, важные слова, надежда, как бы мечта, и все важные слова в словах они потеряли какой-то свой смесь. Надежда есть, потому что надежда есть в современной Грузии, потому что майские и октябрьские до этого протесты показали, что абсолютно все готовы создавать совершенно новое государство, они в состоянии оценивать происходящего, реальность, да, и что это сила, это будущее, это любящий свою страну, знающий историю своей страны, и желающий жить, остаться в своей стране, развивать свою страну. Такого не было, и самое главное, это было единственное поколение, которое сказало, что я беру ответственность на себя. И это настолько важный сигнал для того, чтобы темная сила, которая огромнейшая, и ресурсы у них естественно российские, и они огромнейшие, и предательские, что это светлая будущая сила современным мышлением, что я верю, что будет как бы перелом. Ну, я не думаю, что как бы такой политик с таким мышлением, они готовы признать как бы поражение, даже достоинство, у них нету такого, признать как бы сильных, это не дано им. Но я думаю, что все равно придется бороться после выборов, но даже нету назад пути, потому что все дороги европейские, двери у нас открыты, все современный мир нам говорят, что мы часть этой цивилизации, и мы каждый раз доказываем это. У нас история говорит только о том, что наша цивилизация самая древняя, современная и в том числе, поэтому мы не имеем права жить без этого общества, поэтому придется бороться. И я приехала сюда, я поменяла билеты, потому что я должна вернуться и при выборных собраниях я должна стоять там как бы на сцене и петь для моего народа. Я бы вас пригласила совершенно современную, спокойную, творческую, сильную, сильную, и как бы чувством победы такое Грузию, которое готово просто такой скоростью развиваться, чтобы не только те 12 лет, которым мы сейчас приостановлены, все процессы, практические процессы, чтобы мы были как бы действительно самой лучшей на свете. Я сожалею, что я могу быть сильным, но иногда я не готова быть героем, и я все время стараюсь, чтобы жить не только для себя, поэтому я не умею просить, и может быть стоит для помощи других людей кому-то что-то просить, вот я это не умею, и мне очень хочется научиться этого, чтобы помочь других, я требую только от себя, поэтому может быть это какое-то сумасшедшее отношение к себе, но это я же в другом мире выросла, поэтому я думаю, что стоит думать о том, что стать лучше, счастье это я люблю, дальше уже какие-то цветочки, чтобы собрать красивый букет в конец дня, нужно их тщательно выбирать, относиться внимательно, очень красиво смотреть на жизнь, на счастливые или какое имя называешь, я думаю, что я не счастливый, я осенний человек.